Этому фильму пророчат стать символом своего времени, каким в 80-е стала картина «Чучело». В отечественный прокат выходит новый фильм о школе. Саратовцы смогли попасть на предпремьерный показ и составить свое мнение. Новый фильм посмотрела и наш корреспондент Юлия Шишкина. Вспомнить заученные на физике формулы и фамилии любимых школьных учителей. Так нетривиально в вестибюле кинотеатра зрителей настраивает на просмотр российской кинопремьеры. В Саратов приехала съемочная группа фильма «Училка». Окунемся в мир учителей, педагогов обычной среднестатистической российской школы. Киношники учинили редкую по нынешним временам акцию. Путешествуют по городам России и проверяют фильм на особой аудитории. Поэтому в зале учителя, школьники и студенты – журналисты. Режиссер картины Алексей Петрухин сразу предупреждает. Смотрите как фарс, как басню. Главная героиня фильма – учитель истории с 40-летним стажем Алла Николаевна. Для своих учеников – человек из прошлого. Между ней и классом – полное взаимонепонимание. Вот скажи мне, Брюсик, ты вообще в жизни что-нибудь воспринимаешь серьезно? Нет, Алла Николаевна, я жираф. Мне нравится этот джаз в пофере. Фильм «Училка» – это больше, чем о школе. Здесь собраны самые болевые точки современной России. Учителя, которые буквально стали заложниками учеников и аттестации. Поборы в школах, украинская тема, цинизм журналистов, одиночество детей в сети. Большое количество информационных потоков, гаджетов – это неплохо. Но неумение еще справляться с этим у молодежи, подростков приводит к такому. Вообще люди в борзобобщенность с собой стали. Все школьники, они все живут очень меркантильны, с цинизмом. Ну что стало, «Училка»? Уйдите на место свое! К доске, я сказал! Правила игры меняются, когда оружие берет в руки училка. Чтобы доказать, нет ничего важнее человеческого общения. Режиссер проводит своих героев через испытания и смотрит, как распорядиться пистолетом, каждый в чьи руки он попал. Это и есть момент истины. Сиять! Кто вас боится? Кажется, актрисе Ирине Копченко наплевать, как выглядит ее героиня. Возраст морщины беспощадным крупным планом. Режиссер Петрухин говорит, другой актрисы на эту роль представить не мог. К счастью, Ирина Петровна приняла решение за один день. Вечером получил сценарий, утром приехал и сказал, это мой фильм, это моя тема, это моя роль, и я хочу, чтобы зрители это увидели. Не надо ничего обсуждать, не надо звонить агентам, не нужно обсуждать гонорары. Графики, я готов работать, давайте работать. Ну что ты зряешься на меня? Я 90-й пережила. Это же меня просто паще. После показа саратовцы делятся впечатлениями. Кто-то заметил киноляпы и недостоверности, но все окупает острота темы. Я весь фильм проплакала, потому что это очень близко. Дети на самом деле сейчас очень жестокие, очень безразличные. И на самом деле не хотят ничего. И мы являемся не только учителями, мы психологи, мы воспитатели, мы педагоги. Мы очень стараемся. С одной стороны, учитель был прав, как бы его очень сильно жалко, а с другой стороны, ученики. Учеников можно понять, потому что учительница старой закалки. У нас была такая учительница, правда мы с ней так не обращались. Но мы как бы тоже не разделяли ее мнение, нас можно было тоже понять. Официальный прокат училки в России стартует 26 ноября, но фильм уже приобрел первый канал. Возможно, весной его сможет оценить широкая аудитория телезрителей. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.